На протяжении 13-летней карьеры в НХЛ капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин верил, что однажды станет обладателем Кубка Стэнли. Об этом сам хоккеист заявил после завершения пятого матча финальной серии с Vegas Golden Knights. Его партнер по команде Евгений Кузнецов рассказал об ощущениях от триумфа и о собственных бомбардирских подвигах в плей-офф. А защитник Дмитрий Орлов поблагодарил болельщиков и объяснил, как много для него значит долгожданный успех. 13 лет назад в НХЛ появился человек, который сразу стал одним из самых популярных хоккеистов мира. Александр Овечкин ежегодно демонстрировал невероятные галядерские навыки, коллекционировал награды лучшему снайперу и самому ценному игроку сезона, но никак не мог добиться главной цели любого игрока североамериканской лиги. Капитан Вашингтона раз за разом оступался в плей-офф и продолжал лишь мечтать о победе в Кубке Стэнли. Также по теме это просто невероятно, Овечкин, Кузнецов и Орлов в составе Вашингтона завоевали первый в истории клуба Кубок Стэнли в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ Вашингтон и питался на выезде обыграл Вегас Голден Найтс со счетом 4 к 3 и завоевал первый. Шли годы, и заветный трофей над своей головой успели поднять такие известные российские игроки, как Евгений Малкин, Сергей Гончар, Вячеслав Войнов и Илья Брызгалов. В 2018 году победу наконец одержал Пепеталс. Клуб поочередно расправился с Коламбусом, Питтсбургом, Тампо-Бе и Вегасом, выиграв свой первый кубок Стэнли за 44-летнюю историю. При этом даже комфортное преимущество по ходу финальной серии не давало повода расслабляться. Вашингтон, рекордсмен по не самому приятному показателю, клуб чаще всех, пять раз, уступал в плей-офф, когда вел в счете 3 к 1. Но на этот раз подопечным Барри Троца удалось справиться с собой. В пятом матче серии Капиталс одержали победу со счетом 4 к 3 и завоевали трофеи. Кроме того, Вашингтон стал лишь вторым клубом в истории НХЛ, который отпраздновал чемпионство, уступая по ходу всех противостояний в плей-офф. Соличные неизменно оказывались в роли догоняющих, но в итоге одержали победу, повторив достижения все тех же пингвинс образца 1991 года. Это просто незабываемо. У меня нет слов. Я счастлив за всю команду, за Вашингтон. На протяжении этих 13 лет в НХЛ я верил, что выиграю кубок Стэнли. В самом начале нынешнего сезона я сказал, что мы не будем мусорной командой. Мы победили. Это все, что сейчас имеет значение, заявил Овечкин по окончании встречи. Наставший заключительным матч финальной серии Овечкин вышел в нагруднике с эмблемой Ярославского локомотива. Как стало известно позже, капитан Вашингтона надел его в память о команде, которая погибла в результате авиакатастрофы 7 сентября 2011 года года. Кроме долгожданной победы, Александр установил ряд достижений, которые лишь приумножают важность данного успеха. Так, он стал первым в истории российским капитаном клуба НХЛ, которому покорился кубок Стэнли, а также лишь третьим представителем Европы. Ранее только шведник Ласлид Стрём из Детройт Риэт Уинкс и Словак Сдино Харрис Бастон Брюинс выигрывали турнир с нашивкой Цена Груди. Помимо завоевания кубка, Александр вскоре получит еще одну награду. Как пишет издание The Washington Post, спортсмен в скором времени станет отцом. При этом партнеры Эпо-команде уже поздравили Овечкина и его супругу Анастасию Шубскую со скорым пополнением в семье. Я просил помощи сверху. Увога, родных! Чтобы мы могли завершить эту тяжелую серию и завоевать кубок. Что дальше? Будем праздновать. Пойду к моим партнерам и буду отдыхать, наслаждаться и получать удовольствие, признался Овечкин. Он также рассказал, насколько важной для него является первая победа в Кубке Стэнли за 13-летнюю карьеру в НХЛ. Это означает для меня все. Я ждал этого момента с первого дня. И я счастлив, что оказался связан с этим клубом и провел в нем все эти годы. Мы пережили много тяжелых времен, но теперь едем домой к нашим родным и болельщикам. Я сейчас невероятно взвал, но вам, мне сложно говорить, сказал капитан Вашингтона. Помимо главного трофея, Овечкин получил приз самому ценному хоккеисту плей-офф, консмайк-трофи. Александр завершил турнир на втором месте в списке бомбардиров с 27, 15 и плюс 12, очками и установил новый клубный рекорд по голам в розыгрыше Кубка Стэнли. Предыдущие достижения принадлежало Джому Дрюсу. Также Овечкин стал первым за 37 лет чемпионом Североамериканской лиги, который сумел стать лучшим снайпером как регулярного сезона, так и плей-офф. В последний раз это удавалось легендарному форварду Нью-Йорк Кайлендерс Майку Басси. Я думаю, что это как осуществление заветной мечты. У нас был очень трудный и длинный сезон, на протяжении которого мы неустанно сражались. На протяжении многих лет мы работали ради этого. Вся команда придерживалась определенной системы игры, мы не паниковали. Нам нужно было лишь приложить максимум усилий и добиться результата, резюмировала Вечкин. При этом лучшим бомбардиром розыгрыша Кубка Стэнли стал еще один российский хоккеист, Евгений Кузнецов. Уроженец Челябинска записал на свой счет 32, 12 плюс 20, результативных баллов и стал лишь третьим спортсменом из России, которому это удалось. До него лидерами по количеству очков в плей-офф становились Сергей Федоров и Евгений Малкин, причем форвард Питтсбурга покорял эту высоту дважды. После финальной сирены я ожидал каких-то сумасшедших эмоций, но почувствовал опустошение. Я мечтал о Кубке Стэнли, хотел показать его друзьям и семье. Это невероятно, но в первые минуты после победы просто невозможно ничего говорить. Что касается моей успешной игры в плей-офф, то не так тяжело хорошо действовать, когда вся пятерка играет на таком уровне. Когда все делится с шайбой и взаимодействуют друг с другом, они поступают эгоистично, то нетрудно создавать опасные моменты. Что касается Овечкина, то для него это победа, особенный момент, очень эмоциональный, заявил Кузнецов. Также по теме играть рядом с Кузнецовым, привилегия, что Овечкин и партнеры говорили после четвертого матча финала Кубка Стэнли Форвард Вашингтонг и Питтал с Евгением Кузнецов является одним из лучших хоккеистов в мире и умеет отдавать результативные передачи, как Уроженец Челябинска также отметил, что его команде удалось реализовать задуманные в заключительном матче финальной серии. Я счастлив, что сезон завершился на такой ноте. Уже хочется побыстрее раздеться и открыть баночку пива. Игра шла равная, преимущество переходило из рук в руки. Но у нас была уверенность, что мы сравняем счет. Нужно было дождаться момента. И у нас получилось сделать все, что мы планировали, добавил Кузнецов. Однако эта победа Вашингтона могла и не состояться без еще одного важнейшего игрока команды. Защитник Дмитрий Орлов отметился в плей-офф 8-ю, 2 плюс 6, очками и также поднял над головой заветный трофей. Дорогие болельщики! Хочу поздравить всех, кто за нас болел и переживал. Мы очень долго шли к этому титулу. Кому-то понадобилось 12 лет, кому-то один год, но это не важно. Мы были единой дружной командой. Мы счастливы. Спасибо всем, кто смотрел. Сейчас очень много эмоций, сказал Орлов. Примечательно, что в последний раз трое российских хоккеистов завоевывали кубок Стэнли 16 лет назад. Тогда в составе Детройта чемпионами стали Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Павел Дацук. Я заранее этот момент не представлял, хотя в голове крутилось очень много мыслей. Очень сильно хотелось победить именно сегодня. Это же кубок Стэнли, приз, к которому стремятся все хоккеисты. В нас никто не верил, но мы доказали, что у нас хорошая команда. Мы верили друг в друга, работали как единое целое. Это невероятное ощущение. Думаю, что в России сейчас тоже все с ума сходит. Наконец-то Саша выиграл кубок. Наконец-то это сделал Вашингтон. Мы будем праздновать по максимуму. Думаю, что мы можем себе это позволить. Эмоции Овечкина? Конечно, их можно понять. Это от дорогого стоит. Все происходящее, словно сказка. Лучше и быть не может, заключил Орлов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!